Пожалуйста, задайте вопрос с микрофона сестер. Эта сестра очень стеснительная, поэтому она стесняется задавать вопрос. Она говорит, что этот вопрос связан с волей Аллаха. Она говорит, что она постоянно слышит, что люди говорят, «Все происходит по воле Аллаха», и также «Все предписано Аллахом». Если все происходит по Его воле, и если все было предписано, тогда где же свобода выбора? Когда Аллах даровал мне свободы выбора, и что бы я ни делала, это уже предписано. И это воля Аллаха. Тогда где же свобода выбора? Не могли бы вы объяснить это? Если все предписано Аллахом, где свобода выбора? Сестра задала очень хороший вопрос и очень важный вопрос. Если все это воля Аллаха, тогда где же свобода выбора? И этот вопрос задают не только не мусульмане, но и сами мусульмане. И эта тема – кадр, предопределение. Например, некоторые люди говорят, «Если в моем предопределении написано, что я украду, и я украду, кто виноват в этом?» Аллах. Или написано, что я убью кого-то. И если я совершу убийство, кто виноват? Аллах. А где же свобода выбора? Если все происходит по Его воле, и это написано в предопределении, так где же свобода воли? Ответ на этот вопрос таков. Конечно, все мусульмане должны верить в предопределение. И они должны знать, что такое предопределение. И я приведу пример. Представим, что мы в классе. Там есть 100 учеников. И когда учитель на протяжении всего года учит учеников, перед экзаменами учитель предсказывает, что такой-то ученик получит самый высокий балл, а второй ученик получит средний балл, а этот ученик провалит экзамен. Как учитель узнал? Потому что он хорошо знает своих учеников. Он знает, что первый ученик очень прилежный и усердный, и делает домашние задания. А второй ученик посредственный, а третий ученик неприлежный и не делает домашние задания, пропускает уроки, постоянно смотрит фильмы и так далее. И учитель предсказывает, что он провалится. И после экзамена, когда показывают результаты, как предполагал учитель, первый ученик получил самый высокий балл, а второй – среднюю оценку, а третий провалился. Я спрашиваю тебя, может ли ученик, который провалил экзамен, обвинять учителя, говоря, «Ты предсказал, что я провалюсь, поэтому я провалился». Кто в итоге виноват, учитель или ученик? Кто виноват, учитель или ученик? Ученик. Правильно, ученик. Учитель лишь предположил, а ученик сам не учился и не старался и не делал уроки. И аналогично Аллах, Субхану Ху Тааля, дал людям свободу выбора. Аллах сказал, что хорошо и что плохо, и дал нам выбор. Например, представь, дорога делится на четыре направления. Ты можешь выбрать любое. И ты выбрал четвертое. Аллах знал, что ты выберешь четвертое направление. И затем Аллах предписал это. Что когда ты придешь на развилку, ты выберешь четвертое направление. Поэтому здесь ты выбрал четвертое направление не потому, что Аллах предписал его. Но Аллах предписал его, потому что ты выбрал его. Аллах предписал его, потому что ты выберешь четвертое направление. Аллах обладает знанием сокровенного. «Альмуль-Гайб». Он знает, что произойдет в будущем. И после того, как ты выбрал четвертое направление, ты приходишь к еще одной развилке и также делаешь свой выбор. И также, после окончания школы, ты можешь быть инженером, доктором или бизнесменом, и ты выбрал стать бизнесменом. Это твой выбор. Однако Аллах знал заранее, что ты выберешь стать бизнесменом. Это не потому, что Аллах предписал тебе, и ты стал бизнесменом, а потому, что ты выбрал быть бизнесменом. Поэтому Аллах предписал. И также ты должна понимать, что если Аллах захочет, то Он может легко поменять это, если пожелает. Но он не будет делать этого. Я приведу тебе пример. На экзамене математики пришел вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? И один из учеников написал, 2 плюс 2 равно 5. Учитель-наблюдатель не исправит его. Он, конечно, может. Если бы учитель исправил его, другие сказали бы, это несправедливо. Если учитель скажет этому ученику, ответ это 4, а не 5, тогда другие ученики будут возмущаться и скажут, почему ты вмешиваешься в экзамен? Поэтому, если Аллах пожелает, он может легко изменить. Но Аллах дал нам свободы выбора. Ты сам выбираешь, что делать, добро или зло. Ведь эта жизнь является экзаменом для загробной жизни. Аллах говорит в Суримульк во втором аяте. Аллах создал жизнь и смерть, чтобы испытать вас и увидеть, чьи идеи они окажутся лучше. Так что эта жизнь является испытанием для загробной жизни. Аллах дал тебе законы и дал тебе свободы выбора. И сказал, что хорошо и что плохо. А остальное – это полностью твой выбор. Аллах не мешает тебе делать выбор. Он может, если захочет. Он сказал в Коране, что даже лист не падает без его ведома. Все, что происходит, происходит по его воле. Но выбор твой. И согласно твоему выбору, ты получишь либо вознаграждение, либо наказание. Надеюсь, я ответил на вопрос сестра. І я не rustик.